Народные рецепты от влажного кашля. Влажный кашель, в отличие от сухого, сопровождается активными выделениями из бронхиальных путей влажного секрета. Главная задача в лечении такого кашля – улучшить отхождение мокроты, облегчает задачу отвары и настои целебных трав. Семена аниса. 2 столовые ложки анисовых семян смешивают с 1 чайной ложкой меда и щепоткой соли. Заливают стаканом воды и доводят до кипения. Полученный отвар процеживают и пьют каждые 2 часа по 2 столовые ложки в течение всего дня. Мед и оливковое масло. Смешиваются в отношении один к одному. Оливковое масло и мед. Разогревают смесь на водяной бане и принимают по 1 чайной ложке 3-4 раза в сутки. Лист подорожника. 2-3 столовые ложки измельченных листьев подорожника заливают пол-литра кипятка и настаивают в течение 2-2,5 часов. Полученное лекарство процеживают и пьют минимум трижды в сутки по 1 третьей части стакана. Изюм с луковым соком. 50 грамм изюма заливают стаканом крутого кипятка и настаивают полчаса под крышкой. Процеживают, добавляют 3-4 ложки лукового сока, пьют небольшими глотками в один прием. Лучше всего использовать это средство перед сном. Инжир на молоке. Для эффективной борьбы с флажным кашлем можно приготовить вкусное лекарство. Молоко добавляйте 2-3 плода инжира и 20 минут держать на медленном огне. Получившиеся средства употребляем теплым или горячим 2-3 раза в день после еды. Когда нельзя лечиться народными средствами. Во-первых, необходимо убедиться, что кашель вызван именно заболеванием дыхательных путей, так как все народные рецепты рассчитаны на избавление от кашля, как симптомы простуды или бронхита. И только после посещения специалиста и становления достоверного диагноза можно прибегать к народным методам. Рецепты народной медицины давно зарекомендовали себя как эффективные и достаточно безопасные средства. Однако человеку стоит помнить о том, что кашель – это не болезнь, а всего лишь симптом. А если бороться с симптомом, не зная причины его появления, это неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok